Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи «Управляющие активами». И начинаем эту передачу с... Сегодня будем сразу с начала передачи торговать с помощью индикатора Ильи Гадаскина и с помощью автора индикатора самого Ильи Гадаскина, трейдера и управляющего активами из города Воронежа, компания «Финстрит». Илья, добрый день! Добрый день всем! Добрый день, Игорь! Очень многие люди скачали, несколько сот человек. В пятницу, как мы говорили, мы обсудим подробно их вопросы. А сегодня я предлагаю поторговать, а всем коллегам предлагаю посмотреть. Вам слово, Илья! Спасибо! Я очень рад тому, что несколько сотен человек скачали, и так было приятно, такое большое количество людей. И, соответственно, было большое количество вопросов. И так как все вопросы касались того, как по нему прибыльно торговать, а не потому что что-то не работает, что-то не отображается, то ясно, что косяков в софтом нет. Он у всех нормально отображается, у всех все нормально. Значит, по поводу вопросов о том, как на нем делать прибыльные торговые системы, как на нем торговать. Ну, индикатор – это вспомогательная вещь, и она призвана помогать трейдеру, фильтровать сделки, зарабатывать с помощью него деньги. Но он не является самой самоотвечающей торговой системой, которая подсказывает все от и до. Это мы знаем, это мы знаем. Любой индикатор – это вспомогательная вещь в голове трейдера, это понятно. В голове, рукам, а у кого-то, может быть, какие-то приводы есть. И, значит, я предлагаю использовать индикатор трейдерам с какими-то своими входами и выходами, то есть со своей торговой стратегией, со своими паттернами, какие они находят, кто торгует руками. Пожалуйста. А, значит, в письмах было много вопросов со скринами, и все скрины касались почему-то внутренних движений. То есть были вопросы от сигнализированного индикатора, вот он сигнализирует наверх, сигнализирует на низ, но движение иногда сразу идет, иногда график ползет плоско в полочке, ну и как, что, что можно улучшить. И так как моя компания, мы торгуем, применяем индикаторы на дневном таймфрейме, но, в принципе, нам несложно для вас просчитать и внутри дня. Почему бы и нет? Для того, чтобы что-то сделать внутри дня и быть объективным, я просто взял классический вход, который описан в книге Джека Швагера, ну и много где, это просто вход по 10-барному пробою. То есть просто берется пробой, 10 баров, и мы сейчас сравним, что было бы, если бы мы использовали такой вход просто так или с индикатором. Значит, давайте, отлично, давайте. Видел, хорошо. Здесь показаны результаты торговой системы, которая работает на 15-минутном таймфрейме и входит по 10-барному пробою. Производится пробой, происходит пробой, входит сделка, ну, сделка входит, система входит в позицию в лонг, и выходит по последнему, по первому часу. И ставится стоп-лосса буквально 300 пунктов на фьючерси РТС. Для объективности система сделана из входа с выходом. Вот что получилось бы, если бы такая система работала с 2008 года. Вот. То есть простой 10-дневный пробой, перенесенный на 15-минутный таймфрейм. И что бы было, если бы мы использовали все то же самое по тем же правилам, только с сигналами индикатора. То есть входили бы в 10-дневный 10-минутный пробой только тогда, когда индикатор показывает наверх, показывает лонг. Соответственно, получается картина, которая, конечно же, гораздо лучше той, что была. График не уходит в ноль, он не полностью отрицательный, но все равно чуда не произошло. То есть индикатор улучшил картину, он как хороший фильтр отфильтровал плохую идею, но все равно система выглядит крайне посредственно. Мы же используем наш индикатор в одной из своих торговых систем уже давно, и он является одним из ингредиентов, одной из наших торговых систем. И я могу показать, что было на нашей торговой системе, на одной из наших торговых систем на этом индикаторе с 2011 года. Как я и говорил в самом начале, в 2011 году, в этом высокополатинном году, принес приличные проценты, и, как мы видим, график длится до 2017 года. Здесь, кстати, захвачен бэктест конца 2017 года, и последние три месяца видно, что есть очень большой прирост. Вот, и действительно за эти три месяца по торговой стратегии клиенты, которые подключились к нам в конце ноября, в декабре, именно по ней имеют прибыли в районе 30%. Вот она такая старенькая торговая система, работает давно. Вот, а сейчас мы можем приступить к реальной демонстрации. А, да, что же касается вопроса о том, как... Так, я... Что касается вопроса о том, как же ребятам торговать на три дня. Есть ли какая-то прибыльная торговая система, что мы можем подсказать. Действительно, есть прибыльный паттерн, как можно использовать наш индикатор внутренний, если кто-то хочет. Мы, значит, правила простые. Берется 15-минутный таймфрейм. Вот. Как только индикатор показывает сигнал в лонг, то есть у нас рисуется зеленая палочка, входит, открывается позиция по закрытию этой 15-минутки. Она нарисуется только тогда, когда 15-минутка будет сформирована, и, соответственно, на открытии следующего бара будет произведен вход. Закрытие позиции происходит по окончанию часа. То есть проходит час после открытия позиции, и она закрывается. Стоп-лосс ставится на фьючерсе РТС совершенно обычной в 300 пунктах. Мы ее просчитали на РТСе, и, да, и, кстати, на фьючерсе С тоже. На фьючерсе С с теми же правилами только стоп-лосс ограничивается с а5 и с теми пунктами. И сейчас мы попробуем, ну, мы войдем, если будет сигнал, в сделку по этому индикатору. Как видим, сегодня на фьючерсе РТС у нас индикатор с самого утра в 10.00 показал вход по закрытию 10-часового бара. Эта 15-минутка закрылась по 109-980, если бы, ну, если дождаться окончания часа, то в 12.00 по закрытию можно было бы закрыть по 110-590. Соответственно, это плюс порядка 500-600 пунктов. В принципе, индикатор является положительным и на 5-минутном таймфрейме, только результаты у него немножко отличаются от 15-минутного, ну, чуть-чуть в худшую сторону, но все равно положительные. Сейчас мы попробуем совершить сделку по нему, если есть вдруг сигнал на 5-минутном таймфрейме. Ну, как видим, пока ничего нету. Давайте попробуем посмотреть фьючерс на доллар-рубль. Что у нас тут есть? Индикатор, кстати говоря, в 12.15 показал, что нужно шортить по 58-359. Вот, и в 13.15, соответственно, сделку бы закрылась плюс с небольшой прибылью. Ага, ага. Так. Вот соревновался сигнал. Сейчас по закрытию бара мы войдем. Ага, секундочку. На, так, на прошлом баре тоже был сигнал 58-240. Значит, можно было входить по этой цене. Сейчас произведем вход. Сейчас. Так, так, так. Сейчас. Меня слышно, Игорь, вы тут? Да, все видно, слышно, отлично. Я уверен, что у нас весь чат с напряженным вниманием повторяет ваши сделки и ваши действия у себя на компьютерах, поскольку многие слышали. А, коллег, приглашаю всех внимательно смотреть в порядок действий. Это всегда очень важно понять, как автор идеи действует, чтобы действовать так же. Вот, собственно, и все. Все, у нас был сигнал в 14.00, по 58-240 нужно было шортить. Мы зашортили и поставили стоп на 150 пунктов выше нашего шорта. 58-240 плюс 150, 58-390. Все, и сейчас либо сделка закроется по прибыли через час, либо нас выкинет по стопу, и все. Главное, что по соотношению прибыльности и средней прибыли каждой прибыльной сделки и отчисательной сделки и по количеству выигрышных сделок в процентном отношении эта штука имеет положительное мат ожидания. Так что, ребят, кто вот хотел получить какой-то там внутренний паттерн для того, чтобы можно было работать, пожалуйста, так работать можно. То есть на 15-минутном таймфрейме вы находите сигнал индикатора, как только он сформировался на закрытии этого бара, открываете позицию в сторону индикатора, ставите стоп-лосс в данной ситуации на фьючер-сессии 150 пунктов и ждете час до закрытия позиции. И так далее. Значит, вообще в своей практике мы используем множество индикаторов, в том числе и созданные нами, и индикаторы, которые как-то модифицированы из классических. Я просто часто слышу такое мнение, что нужно торговать без индикаторов, или кто-то торгует без индикаторов, это круто. Я не знаю, индикаторы в любом случае могут показывать какие-то очень важные, интересные параметры, которые помогают делать торговую систему со смещением в сторону положительного мат-ожидания. Индикаторы, конечно же, есть и там хорошие, и плохие. Сейчас давайте посмотрим, что есть в квике. В квике, кстати, к сожалению, очень большой список индикаторов. Хорошо. Илья, я уточню сейчас один вопрос. Николай спрашивает из Пензы, как увеличить график до полного. Вы спрашиваете, как увеличить в системе, или на экране у Ильи Гадаскина? Вы в каком смысле спрашиваете? Если в системе, то справа над экраном есть два значочка как бы расширения экрана. Вы можете на экране вот справа вверху нажмите два прямоугольничка, и вы будете смотреть без чата, но шире. Там два варианта, понажимайте, какой вам более удобен. Выйти из режима, очень просто нажать Escape на клавиатуре. Ага, все, Илья, вам слово. Спасибо. Ну вот, и индикаторы помогают, хорошие индикаторы помогают сделать торговую систему с размещением в положительную сторону, чтобы мат-ожидание было положительным, и сделки, ну, и в конце концову система приносила прибыль. Так вот, есть как отрицательные индикаторы, которые, на мой взгляд, абсолютно бесполезны. Так как из них нельзя выводить ничего полезного. Например, как индикатор-аллигатор, аллигатор Билла Вильямса. Или, например, хотя в Саймской счастье средней у них ничего плохого нет. Сама идея аллигатора, она, по-моему, абсолютно бесполезна. Хотя, чтобы быть объективным, надо признавать, что если наша алгоритмическая команда не нашла из этого аллигатора ничего полезного, может быть, кто-то где-то там найдет что-то в нем. Да, и, например, индикатор rate of change очень интересный. Rate of change – это когда C, закрытие делится на CN, и особенно очень интересный в своем процентном отношении. То есть, когда делится не пункт, делится, а получается результат в процентах. Вот, очень-очень классная штука, очень интересная. С помощью нее можно много сделать чего полезного. А, наоборот, моментум, в формуле которого C вычитается из CN. Вот, эта штука, ну, тоже одна из бесполезных штуковин, из которых ничего не удалось сделать. Но в то же время линда Жашки сделала прекрасный индикатор, который использует одна периодичный моментум в RSI. То есть, если кто-то обладает каким-то знаниями в программах бэктестеров, ну, или просто каких-то программах с повышенным техническим анализом, то можно загнать однопериодичный моментум, прогнать в трехпериодичный RSI, и получится индикатор. И вот этот индикатор уже имеет смысл, в нем есть положительное смещение. То есть, на основе его можно построить какие-то торговые стратегии с положительным смещением от ожидания. Вот. Так, индикаторы бесконечный пласт, бесконечный пласт изучения, они же являются не только производными цены, есть индикаторы производные от объема, и индикаторы, которые берут, допустим, являются производными от другого инструмента, а смотрятся на первый инструмент. И тут очень-очень широкий пласт для изучения. Вот. Так что... Понятно. Пока-пока ждем, пускай походит. Конечно. Почему говорите час всегда? Как бы это настройка на час? Или есть сакральное значение какое-то в 60 минутах? Нет, сакрального значения нет. Обычно в классических книгах всегда выход из торговых систем, выходом уделяется 10% времени и текста всей книги, а входам в сделках 90%. Поэтому час просто взят для объективности. Мы протестировали вход на 10-дневном, на 10-барном пробое с выходом на первом часе, просто внутри дня, на 15-минутном таймфрейме. И то же самое с индикатором, для того, чтобы показать, что индикатор приносит фильтрацию, улучшает плохой вход по 10-барному пробое. Вот просто для объективности, в принципе, можно использовать и трейл-стопы, и какие угодно, лишь бы это приносило прибыль. Понятно. Понятно. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы Илье по работе индикатора. Пока мы ждем. Илья, как вы выбираете инструмент для работы с этим индикатором? Просто как бы наугад или по каким-то, так сказать, есть, в принципе, критерии отбора? Ну, индикатор должен работать на любом инструменте, но выбирается ликвидные инструменты. Вот та внутридневная торговая система, которую я рассказал, вот, она работает на фьючерси доллар-рубль, на фьючерси РТС. Это что касается внутридневной торговой системы. Вот, они просчитаны. Выбираются те инструменты, на которых он дает положительное мат ожидания, если оно так и есть. У нас в торговой системе, он дает положительное мат ожидания на всех инструментах, которые мы используем, и Сбербанк, и Газпром, и фьючерси РТС, и доллар-рубль. А вот то, что я сделал для внутридневной системы, пожалуйста, она на доллар-рубль и на фьючерси РТС. Рынок так вроде бы подоспокоился сейчас, да? Да, волатильность подупала. Но мы вообще никогда не торгуем внутридням. Торговые системы, наши торговые системы торгуют на дневных таймфреймах и совершают 3-4 сделки в неделю. Поэтому то, что происходит внутридням, в основном практически не волнует, потому как даже на дневном графике бывают там большие паузы, большие-большие периоды низкой волатильности. А уж чего уж говорить про внутридневной график, я сюда не заглядывал давно. Кстати, интересная вещь. У индикаторов внутридням гораздо больше шума, чем на дневных таймфреймах. Это вещь, которую, видимо, мало кто знает, когда применяют. Или, может, много кто знает, но большинство людей торгуют внутридням, а внутридням получается гораздо больше шума и гораздо меньше сигналов. Другое дело, что можно было бы использовать месячные индикаторы, недельные, но тогда получается совсем не ретроспективная выборка. Я не знаю, мне кажется, что большинство торгует, даже не задумываясь о том, о чем вы сейчас говорите, большинство торгует внутренне просто потому, что это удобно. И никто не хочет оставаться в позиции на ночь, пересиживать, рисковать. Потому что каждый час нахождения в позиции – это риск. Да, а Игорь, а я не о том говорил, пересиживать не надо, через ночь переносить – это отдельная тема. А вот смотреть на значение индикатора – это другая тема. То есть можно смотреть на дневное значение индикатора на дневном таймфрейме, открыть позицию, пожалуйста, внутридням и не переносить ее через ночь. А внутридням, когда залазишь в индикатор, то видишь, что там очень много значений, он сильно изменяется. Вот про это я говорю. Я понял. Тоже логика здесь, смотрите. Смотреть день, а торговать внутри дня – вам не кажется, что это все равно, что смотреть на дерево и искать муравья? Надо же ближе подойти. По дневному-то графику решения никто не принимает, если торгует интродэй. Ну как не принимает, если мы так торгуем уже много лет? Мы, если смотришь на значение индикатора, и тогда открываешь сделку. Другое дело, что у интродэй ты не торгуешь 10-20 сделок. Открываешь какую-то одну, максимум две направления, которые подсказывает торговая система. Получается, что сделка интродэй. Я понял, понял вашу идею. Я просто хотел сказать коллегам, что коллеги, мы с вами только что узнали Грааль Ильи Гадаскина. Он смотрит на день, торгует интродэй. Да у кого какое мнение? Это вообще реально или Илья нас дурит? Друзья, кто что думает на этот счет? Я вот серьезно не могу понять, как можно смотреть на интродэй, и, в смысле, посмотреть на день и торговать интродэй. Ну, вот элементарно. Есть какие-то наборы, есть какие-то наборы условий, которые говорят о том, что рынок предрасположен к чему-то, к росту или к падению. Соответственно, в следующий день открывается сделка, либо не открывается в сторону этого роста или падения. Сама сделка получается интродэйной, просто по ее сути. Это дейтрейдинг, потому что она не переносится через ночь. А набор данных, вот, он получается, он может быть дневным. То есть он получается дневным. Вот и все. А по своей функции сама сделка, она внутридневная. Да и, кстати, по комиссии брокера тоже получается интродэйная сделка. Там совсем другой комплекс идет. Ну, да, я уже, это самое, я уже давно не лазил в комиссии. Вот. Понятно. Коллеги, ну, вот я вижу, что Константин Ставрова пишет, да, вполне реально и правильно. Шухрат Ашуров, это правильно. Ленар пишет, ну, точно нельзя в быточную позу переносить, или которая еще в БУ. Николай Пенза пишет, посреди графика была возможность входа на покупку в индикатор, а индикатор не показал. Как понимать? Ага. Может быть, сориентировались. Но вот я удивлен, что люди поддерживают вашу точку зрения. Я вообще не понимаю. Я понимаю так. Идти от меньше, от больше. Вот посмотрел на минутный график. И заходишь в рынок на пять минут. Что ты хоть представляешь, что в течение пяти минут происходить? Как торговать, глядя на дни? Игра. Да. Я, наверное, сейчас спалю Грааль, который все знают. Но еще раз спалю. Чем меньше время, тем меньше пунктов, тем меньше движений, тем меньше рентабельность, прибыльность. Соответственно, чем меньше таймфрейм, тем меньше денежек. Еще раз повторю, что сделка, она производится и не закрывается 10 тысяч раз в течение дня. То есть одно дело, когда ты ловишь какое-то большое движение, большой день, хочешь поймать тренд. Это другое дело, когда ты хочешь скольпить пятиминутки. Если хочешь скольпить пятиминутки, то, конечно же, индикатор смотреть на его дневные параметры не имеет смысла. А если зарабатываешь на большой волатильности, на больших движениях, хочешь иметь классное соотношение потери к заработкам, то тогда вот обязательно смотришь на дневные. Ну как обязательно, мы пришли к этому опытным путем, создавая нашу торговую систему, зарабатывая денежки и теряя денежки. Если бы можно было делать как-то по-другому и зарабатывать эти денежки, тоже мы бы обязательно делали. Ну, всего рассказывать я, ну, как сказать, всего рассказывать неинтересно. Не, ну конечно, конечно, Илья, тут все секреты не будем выдавать. Я с ним, я вот вижу вопросы, кстати говоря. Алекс спрашивает, палочки зеленые это покупка или продажа? Палочки зеленые это точки разворота тренда в сторону к повышению. Палочки зеленые это индикатор, индикационирует о развороте в лонг. Палочки красные индикационируют о развороте в шорт. все все предельно просто альфред спрашивает в итоге сколько времени вы находитесь в сделке по времени вы имеете ввиду наши торговые системы куда вы какой наверно средний срок нахождения я не скажу касается внутри но это касается торговых систем нету извините альфред но такую информацию разглашать не буду понятно это ваше право у нас это отвечает только на вопросы которые хотим ответить альфред спрашивает на d1 нет но могут держать позицию смотрите какая штука я перебиваю что у нас есть стратегия супер агрессия которые используют паттерны которые переносит торговой системы которые используют паттерны которые переносит позицию через ночь и соответственно есть у нас клиенты которые заряжают допустим на лям рублей который является маленькой частичкой от от всей суммы стопроцентные или 50 процентную потерю ну потому что так устроена супер агрессия за счет плеч и мы заряжаем туда торговую систему которая переносит сделки через ночь вот и соответственно в этом варианте наши торговые системы могут сидеть в сделке и 4 и больше дней они настроены по-другому но это только в варианте супер супер агрессии в вариантах классических торговых систем нашей системы не переносит позиции через ночь исключительно из соображений безопасности собственно сама позиция если она хочет быть длиннее чем один день она может быть спокойно и там и переоткрыта несколько раз с особыми техниками и открывания потому что нужно использовать специальную технологию для того чтобы паттерны они паттерны агэпы как-то как-то нивелировать ну это уже такие технические вещи вот это очень интересно конечно вот альфред пишет понятно хорошо а вот смотрите алекс пишет николаю пенза в конце смотрите все красные но цена чему-то все падает и падает странно пишет алекс ну так алекс если бы вы зашли по 1 красный 12 15 то просидели бы все это время посидели все это время и словили бы этот тренд например если зайти по 1 зеленый 14 15 вот то можно было бы высидеть вот раз туда вот сейчас посмотрим где здесь красная появлялась 10 45 10 45 ну вот тут вот советовала это было это был первый первый шаг к открытию позиции short в любом случае торговая система внутренней на это и любая другая складывается из кучи кучи сделок вот какие-то из них отрицательные какие-то положительные главное чтобы соотношение было прибыльно понятно понятно илья есть разница в объемах есть какие-то предельные объемы или сколько хочешь заряжает но вот есть я знаю предельные объемы нашей торговой системы я не знаю предельный объем внутренней торговой системы у нашей торговой системы объем предельный по 100 миллионов на каждую то есть так она торгует четырьмя инструментами два из которых проглотит 100 миллионов абсолютно спокойно это доллар рубль и фьючерс на ртс то на каждую каждую можно зарядить 100 миллионов соответственно получается торгуя классикой допустим зарядить на всю нашу на все наши классические системы по 100 миллионов рублей то таким образом можно управлять 700 миллионами рублей без того что будет риск рассказывание что система начнет лосить переставать работать из того что помещается 100 миллионов рублей это просто очень это очень важный вопрос для российского рынка и для наших клиентов не 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 будет ли лосить система из-за того что она перегружена по объему и в этом плане хорошо что да и в этом плане хорошо что мы используем дэйтрейдинг и демой таймфрейм и наши сделки не не шараша там по 10 а то есть 100 сделок в день потому что иначе толки толкать такие суммы было бы просто невозможно а когда совершается три-четыре сделки неделю вообще спокойно вот просто спокойно помещается сумма и это не мешает зарабатывать как старым клиентам так и новым которые ну из-за которых система входит все больше и больше суммы в одну сделку в одном инструменте стратегии и опорта а внутренневная понятное дело что она гораздо меньшую емкость я думаю не но это теоретически гораздо меньше а так это потому что я просто не считал мы этим не занимались не просчитывали на поводу наших торговых систем да это это вопрос закрытый по 100 миллионов на каждого это мы знаем точно а понял вас нет 22 в чате читают два момента николай просит сжать немного графики оставить его в покое сейчас разберем как она пишет николай давайте николай так или наоборот или поджать вот оборот николай так нормально нет наоборот сжать это разжать а это вот да вот так вот так все все а вот так оставляем напротив николай пишет напротив 16 часов есть прокол у линара вопроса есть где нет папок что делать день палок что делать ждать палок ждать палок так а вот то что николай пишет напротив 16 00 есть прокол это что он имеет может быть вот это вот зубки идут а потом раз и дырка в зуб зубка палки а так и должно быть так и должно быть все нормально ну вот допустим 20 20 число до советовал шортить где-то вот идут палочки а вот дырка вот палочки а вот дырка соответственно в пустых пространствах индикатора ничего не рекомендуют в принципе трейдер может каким-то образом оттолкнуться от прошлого сигнала но это та вещь которая которую я не просчитывал вот то что то что вот и сегодня рассказал по поводу того что на 15 минут на таймфрейме после того как появилась палочка открываешь позицию сторону палочки по закрытию держишь час это имеет положительное от ожидания положительное смещение другие вещи честно говоря но другие вещи я пока не рассказывал но не значит я не расскажу будущем обязательно будем разбирать вот соответственно палочки идут вот палочки идут советуют ходить в лонг по сишке и она растет от палочки идут вниз вот она падает понял а илья евгений бондаренко задаем коварный вопрос ориентируясь на дневку и не глядя на минутные графики вы какие стопы ставите на рейд ну конечно стопы должны ставиться такие которые подходят торговой системы к торговой системе те которые делают на наилучшими соотношения те соотношения которые важны для создателя торговой системы это расскажу какое количество пунктов да я не скажу илья это у вас а он видимо автоматически система выставляет например полпроцента но к примеру автоматическое выставление конечно конечно полпроцента полтора процента автоматически так я и отвечу нет 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 а вручную поставить нам просто автомате автоматические торговая система она софт который управляет читаемых клиентам клиентов и занимается как выставлением заявок так и reaching aument'ом автоматом ставит топ-лоссы и сам проверяет ушла заявка не ушла ну то есть молотого выставляет автоматом стоп-лоссы понимает где у нас сработали сделке еще и проверяет как она вообще сработалась и сработалась на бирже, то еще идет обратная проверка. Сделка совершена и совершена, если вдруг стоп-лосс работал. Вот так даже, хорошо. Обязательно, вот это вот эта проверка, кроме того, если имеется автоматическое закрытие позиций по тем счетам до конца торговой сессии, по которым там должны не приноситься позиции через ночь, то есть автоматом. Обязательно, если вдруг, чтобы не допустить ошибки человека. Вот так. Понятно, поняли вас, хорошо, спасибо. Игорь НКБ спрашивает вопрос, немножко из другой темы, мы это в пятницу обсудим. Ну, давайте, может быть, посмотрим, может, уже есть ответ. Илья, то, что можно снимать по полтора процента в месяц, значит ли это, что 18 процентов в год это гарантированный доход у вас меньше, которого не будет? Я подробно расскажу в пятницу про полтора процента, а так, короче, полтора процента это процент, который клиент может снимать со своих счетов себе спокойно без потери потенциального дохода. Полтора процента размывается по всем счетам и клиент с помощью нашей, нашего комплексного направления капиталом, имеет перерост по счетам и снимая полтора процента, это не влияет на рост. То есть, если вопрос касался того, что берется ли полтора процента, то есть 18 процентов, откуда вытаскивается и платится клиенту, просто так, сразу гарантированно, этого нет. Ага, это не от объема внесенной суммы, а от чего-то другого зависит? Полтора процента зависит от объема внесенной суммы. Полтора процента, до полутора процента клиент может занимать и меньше, чем полтора процента в месяц. Вот. И, ну, если того пожелает, может снимать себе, ну, на любые цели. При этом не теряется потенциал роста и никак системы, еще там, привязанного к ней. И никак не влияет на прирост наших второго систем. Ну, смотрите, в чем дело. Мы тестировали эту вещь, этот продукт, многие годы. И система завершает сделки, она перерастает, имеет какой-то заработок каждый квартал. Вот. И потери тоже. И мы смотрели на то, как влияет этот продукт, влияет ли снятие 18 процентов, то есть в сумме, на результаты системы в целом. Вот. Сильно ли это подкашивает счет. До полутора процентов это та сумма, которую можно действительно снимать, не нагружая сильно счет, не ухудшая результат. И сейчас у нас работают клиенты по полутора процентам. Вот. Уже мы запустили несколько месяцев как? Ну, для VIP-клиентов. Для VIP-клиентов, да. Мы ее запустили, мы ее готовили, готовили на собственных средствах и сейчас запустили для VIP-клиентов. Это очень интересная тема, это громадный пласт, потому что сам вопрос того, сколько денежек можно снимать со своего счета, не подвергая негативному эффекту свой заработок и не убивая счет и живя, интересует не только компанию, которая занимается торговлей на собственные средства и работает с счетами клиентов, но и любого трейдера, который просто торгует руками на своих деньгах. Так вот, мы торговали на наших стратегиях уже много лет, с 2011 года и вели подсчеты. Вели подсчеты по нашим счетам и имеем реальный трек-рекорд, как это, что это. И подготовили продукт. Да, это, да, и очень важно, я просто не хочу забегать вперед, каким образом нужно разложить денежки, на какие стратегии, какие они должны быть для того, чтобы эта кривая доходности была положительной, чтобы полтора процента не влияли. Наиболее грамотное управление капиталом. Это интересная тема. На мой взгляд, это самый рисковый проект из всех, которые вы ведете с точки зрения доходности. И одновременно самый надежный. Просто я не рассказывал о том, как устроена эта штука внутри. Какие стратегии она все включает, как именно ведется управление капиталом, какие пуски капитала на какие стратегии засовываются и почему. Почему эта штука наиболее имеет большую вероятность к получению положительного исхода, чем, скажем, одна просто стратегия или две стратегии. Применяется технология управления капиталом, которая помогает этому. Также одновременно с этим применяются стратегии. Не просто тупо различные. Просто не хочу информацию из пящественного эфира, которую готовлю и которую расскажу. Да, конечно, конечно. Я понял вас. Давайте тогда действительно на этом будем останавливаться сегодня. Давайте вернемся к индикатору. Если вы что-то еще нам хотите сказать по индикатору, то мы с удовольствием это услышим. Все, пожалуйста. Вот эта сделка, она открыта. Час пройдет. Можете посмотреть, как она закроется. Выбит ее или по стоп-лоссу, или она закроется с прибылью. И дальше тем ребятам, которые спрашивали насчет какой-то внутренней схемы, как-то помочь им с торговлей на этом индикаторе. Вот, пожалуйста, я то, что рассказал. Можно... Вот. Спасибо большое за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо вам, Илья, большое за ваш обзор и за торговлю вместе с нами, за ответы на вопросы. Очень интересно. Поэтому, друзья, завтра в 14.00 продолжаем эту тему. Заходите. Будем смотреть результаты предыдущего дня и смотреть, что делать в новом дне. Ну, и, конечно, с нетерпением ждем пятничного эфира по полутора процентам, который уже вызывает огромное. Спасибо, Илья. Хорошего вам дня. Удачи на рынке. Спасибо. И вам хорошего дня. Всего доброго. До свидания.